здравствуйте дорогие друзья в 2018 году мы рассказывали о храме всех святых которые находятся в городе музей пласк тульской области это здание является летописью нашего реального прошлого причем в прямом смысле слова столько казусов и нестыковок официальной истории в одном месте еще нужно поискать про этот храм у нас на канале есть подробный фильм который называется разрыв шаблона третья часть храм или не храм вот в чем вопрос и если вы подписаны недавно то скорее всего не видели этого фильма да и тем кто видел также предлагаю посмотреть его еще раз ибо здание действительно необычное например у меня перехватывает дыхание каждый раз когда я приезжаю сюда помимо того что здание само по себе очень красивая так на нем очень четко видны следы прошлых эпох ссылка на фильм находится в описании после выхода того фильма поступало много вопросов что же такое стоит у него на крыше сплошные колонны или полые трубы и вот сегодня так сказать штрихи к портрету мы посмотрим на этот храм сверху а заодно заглянем в эти башенки официальная историческая справка про сам храм в частности и про пласк в целом зачитывается в том фильме разрыв шаблона в третья часть поэтому сейчас зачитаю совсем краткую официальную историческую справку по самому храму всесхиатский кладбищенский храм был заложен в 1880 году и освящен в 1892 году когда кладбище уже существовало построен он был на средства князя гагарина и купца сазонова здание выполнено в чертах эклектики с элементами псевдо русского стиля главный четырехгранный объем увенчан пятью глухими главками окружен галереей по всему периметру галерея представляет собой апсиду с опиранием арок на сдвоенные необычные формы полуколонны точенные из белого камня с восточной стороны галерея перетекает в трехчастную апсиду под всем объемом включая галерею церковь имеет сводчатый подклет в котором были устроены в том числе и печи обогревающие храм по всем сторонам четверика основного объема устроены окна под русская барокко которые давали свет центральной части храма храм действовал до 1928 года настоящее время здание в полуразрушенном состоянии конец краткой официальной исторической справки но мы тем временем подлетаем храму и смотрим вниз в общем то вы все видите сами это не колонны а именно трубы выложенные из камня здесь конечно можно сказать что их специально сделали полами для облегчения веса ибо стоят трубы не на самом куполе она крестообразной арки соединяющей углы основного объема признаюсь наличие такого архитектурного решения в виде диагонального креста для нас стало новостью ибо изначально мы полагали что башеньки стоят непосредственно на куполе но то что они внутри пола и мы не сомневались самого начала теперь вот есть документальное подтверждение металлический стеркни с гайками скорее всего служили для крепления купола сейчас я не буду делать никаких выводов по этому зданию они сделаны в том фильме разрыв шаблона часть 3 если вам интересна наша точка зрения то посмотрите его а в качестве дополнения предлагаю посмотреть на это здание еще и снизу то есть из-под клета и сразу хочу обратить ваше внимание на качество кладки и объемы помещений которые больше похожи на царские палаты нежели на подвал друзья на этом я с вами не прощаюсь впереди будет все самое интересное как новое исследование так и заметки к уже существующим благодарю вас за внимание всего вам доброго так вот выкладывали я знаю я туда лазил копают тут прям царские палаты настоящие а мы уже заблудились чё тут блудить то вы посмотрите как вот эти арки сделаны какая красота смотри под ноги под ноги смотри